добрый день всем мы снова находимся на нашем пляже муниципальном городском вот замечательная погода я здесь уже с утра 6 утра я сюда приперся вот и проплыл своих 400 метров просто так просто для души погода сегодня идеальная то есть вода холодная но солнце просто палит то есть второй день у нас плюс 24 прекрасная погода и ни одного человека все на своих на делах на полях скоро уже придет скоро люди короче на огородах занимаются своими делами длинные выходные праздники 1 мая все таки вот праздник труда но я хотел бы рассказать немножко сегодня еще об учении иванова буквально там штрихи так сказать говорить о штрихах значит само учение она как бы все думают вот когда все говорят о порфирии иванове все говорят почему-то обливайки только вот холодно мороз давай давай обливаться экстремальные моменты на самом деле это как бы не совсем совсем правильно годовой курс учение иванова она начинается в апреле вот сейчас для тех кто хочет отдохнуть поплавать что-то сделать для себя полечиться по именно по методике иванова они должны начинать сейчас то есть весна хорошее время вообще случайных вещей в учении нету человек своей практикой 50-летний и своим трудом именно труд какой как физкультурника как человека продвигающего здоровый образ жизни он у него нет ничего случайно вот сказал с весны начинали весна я прошлом году между весной я попробую заходишь с весны и до самой осени занимаешься каждый день уходишь можешь бегать окунаться холодной воде то есть заниматься 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 и тут уже наступает осень и ты плавно и и входишь в зиму потом постепенно и получается что ты вошел все и у меня получилось первый раз жизни что я и зимой ходил и и зимой как бы ну занимался и в проруби купался зимой я обычно раньше то есть когда еще раньше то как лет 15 назад я зимой не сильно так вот я выходил обливался из ведра но чтобы лазить там в прорубь или там в речке зимой купаться я таким экстримом не занимался особо и не занимался сейчас то есть когда плавно вошел с прошлого года плавно вошел сейчас мне не кажется что вот допустим проблема реки и проблема проруби не нужно там сидеть по три часа мы зашли окунулись вышли то есть учитель всегда говорил как нужно кинуть гормон здоровья то есть гормон здоровья все понятно и я рассуждаю многие сейчас ивановцы там будут ворчать или пыхтеть я не знаю там будут выражать это свое недовольство я лично сам практик природы то есть у меня есть свои скромные достижения скромно я не пробегаю может быть там 50 километров или там свои скромные достижения вот на этой речке в этом ликушатнике я проплыл своих там два с лишним километра этим двум километрам я шел по моему года три то есть спокойно не спеша вот и это все метода нужно пробовать себя основной девиз всей этой системы не обливайка и там отморожение блять пяток а терпение терпение не противоречит ни одной из общественных там религиозных физкультурных движений то есть человек учится терпеть и терпение достигается сила его сил то есть ты решил что-то сделать в каком плане терпение ты решил что-то сделать ты сделаешь вот решил сделал решил сделал и все и вот вот эти движения тебе они будут постоянно они будут совершенствовать организм то есть решил для себя утром поспать решил для себя утром встать и поехать на зарядку или там встать и сделать что-то сделает точно так же это на рефлекторном психологическом уровне любой психолог как это можно сказать тренировка успех упражнения зависит от числа повторить то есть как только ты сказал я это делаю ты должен это делать и тогда мозг и тело твое оно как бы начинает тебе подчиняться и природа открывает свои двери человеку который подчиняет себе свое тело как-то так вот потом что еще у меня есть как бы такая рукопись которую я хотел она была издана не издана как она была создана 90-е годы и вот эту рукопись я хотел бы ее показать я ее храню уже лет не соврать бы лет двадцать пять что-то такое может поменьше вот я ее храню на полке стоит это вторая часть того что мне передал учитель то есть каждому ученику учитель передает свои знания знания эти они те которые попросишь вот я искал допустим знания об устройстве мира и об устройстве что мы кто мы этот вопрос задает любой человек и каждого человека учителя вообще все учителя они отправляют в разные источники и делать не только книга вот когда так на этой вот нотки пока я оставлю